Около 15 тысяч посылок из Китая каждый месяц приходят в это почтовое отделение. Вот этот весь товар идёт из Китая, это Алиэкспресс, который люди заказывают, то, что им нравится. Алиэкспресс пользуется очень большой популярностью. Однако на почте заметили значительное снижение потока почтовых отправлений из-за таинственного китайского вируса. Заказы меньше стало, конечно, потому что люди боятся, наверное. Но эти посылки, которые до вируса поступали, после того, как обнаружили этот вирус, конечно, в разы стало меньше. На текущий момент мы работаем в штатном режиме. Боязни заразиться инфекцией нет и среди сотрудников почтового отделения. Мы столько времени работаем здесь, и ещё ни разу через посылки мы не заражались. Поэтому никаких опасений пока не вызывает. В сети полно видеороликов, напоминающих кадры из фильмов «Катастроф». И пока одни пользователи интернета тревожно обновляют новостные ленты, другие видят в этом источник для шуток. В соцсетях полным-полно так называемых мемов о шопоголиках, ожидающих посылки из любимого китайского магазина Алиэкспресс. Однако, по словам главного санитарного врача страны, длительной устойчивости во внешней среде этот вирус не обладает. Поэтому нет оснований опасаться заражением им через посылки. Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок и чего-то ещё. И случаев инфицирования через предметы, которые переданы и посланы куда-то, в мире на сегодняшний день не описано. Мыть руки перед едой, использовать защитные маски, избегать посещения многолюдных мест. Ну и, конечно, воздержаться от поездок в Китай. Роспотребнадзор даёт рекомендации для противодействия коронавирусу. В столичном аэропорту волонтёры раздают памятки о мерах профилактики заражения. Услышали, видели. Это страшно, конечно. Но, тем не менее, надо провести парадохиторическую работу. За пределами Китая новый тип пневмонии нашли в 14 странах. Правда, речь идёт о единичных случаях. До России коронавирус ещё не добрался. Власти пытаются не допустить проникновения опасной заразы. Ужесточены меры санитарного контроля на всех приграничных пунктах пропуска. Роспотребнадзор ввёл специальные анкеты и проверяет температуру у въезжающих в страну. Внимание! Уважаемые пассажиры! В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике, убедительная просьба соблюдать меры предосторожности при вылете в зарубежные страны. Сотрудниками санитарно-карантинных пунктов проводится двойной термоконтроль пассажиров, пребывающих за границей. При выявлении таких больных они изолируются и направляются в лечебно-профилактические учреждения и обследуются на весь спектр респираторных вирусных инфекций. Поток туристов из Дагестана в Китай у нас небольшой. И пока, по словам специалистов нашей республики, заболевших нет. Однако вероятность завоза нового вируса в регион не исключена. Случаи регистрации, как на территории Российской Федерации, и в частности на территории Республики Дагестан, на сегодняшний день не зарегистрированы. Учитывая инкубационный период данной инфекции, в среднем 14 дней, существуют также риски завоза и на территории Республики Дагестан через внутренние рейсы, пребывающие из Москвы. Для выявления инфекции используют новые системы диагностики, которые к концу недели должны поступить в лабораторию регионального ведомства. А пока в качестве защиты от очередного загадочного вируса, стремительно распространяющегося в Китае, рекомендуется не пренебрегать простыми правилами гигиены.